Привет, я Олеся Медведева, а это Ясно, Понятно, блог на канале Страна.юэй, и это видео про историю одного неудачного поста. 3 декабря в Киеве прощались с полковником Альфы СБУ Денисом Волочаевым. По официальным данным он погиб в зоне ООС 1 декабря. И вот в момент, когда похоронная церемония двигалась от здания СБУ, мимо пробегала заместительница главного редактора журнала «Космополитен» в Украине Евгения Плихина. По ее словам, у нее там случился определенный конфуз, и она выдала очень провокационный пост, который уже удален. В связи с этим огромный скандал, Евгения уволена. В любом случае, такое заявление опубликовано официально от редакции «Космополитен Украина». Я предлагаю разобраться в этой истории, что такого сказала Евгения, за что на нее накинулся. Украинский Фейсбук требовал ее крови, в итоге ее уволили. И как эта история связана с другими, на мой взгляд, очень подобными историями, но которые не влекут за собой таких последствий, а даже, наоборот, собирают последователей. Смотрите до конца, и все станет ясно и понятно. Для начала я все-таки зачитаю пост Евгении Плихина, и кому-то он может показаться очень оскорбительным. Я сразу приношу свои изменения по этому поводу. Но! А что людей еще принято хоронить помпезно? Сегодня мчала на работу в наушниках и вижу толпа людей на перекрытой дороге стоит. Ну, думаю, фестивальчик какой-то, центр города же, тут вечно какая-то вечеринка. Приглушила музыку, смотрю, лица у всех не танцевальные, не стритфудные, мрачные, черные. Прислушалась марш похоронный. Оказалось, в СБУ умер какой-то, по всей видимости, не последний человек. Вытащили всю структуру на двор и потребовали сделать соболезнующее выражение. Гроб несут, подвоющий драматизм. Люди в военной форме дуют в трубы, аж лопаются. Гвоздики, вся атрибутика. А я в испуге не разобралась, как обойти это горе. И в своей ярко-красной шапочке и такой же куртке выперлась в сердце этого замеса. Прям в центр предпогребельного хода. Как-то собачка, что выбежала перед авто и тыкается, мыкается, не поймет, куда бежать. У этой публикации есть еще продолжение, вы можете почитать ее на нашем сайте. Но я думаю, что нам и первой части это, в принципе, достаточно. Далее пост максимально быстро начал получать всякие негативные отклики, отзывы, комментарии. Просто жуткие. После чего Плихина публикацию удалила и написала пост с извинениями. Друзья, у меня никогда в жизни не было мысли кого-то оскорбить, принизить честь героев или насмеяться над военной трагедии. Я всегда пишу исключительно о собственной жизни и глупости, не высмеивая чужое, тем более смерть. Согласна, нельзя было не разобравшись с ситуацией, нельзя трогать делегатную тему. Я соболезную и приношу извинения. Касательно содержания этого поста, конечно же, с морально-нравственной точки зрения, вообще недопустимо даже косвенно высмеивать смерть кого бы то ни было в любом случае. Девушка однозначно поступила неправильно, она осознала свою ошибку и извинилась публично. Я ее в данном контексте нисколечки не оправдываю, потому что считаю, что она на 100% изначально поступила неправильно, надо было думать о чем пишешь. Но извинилась и извинилась, конечно, но люди хотят крови. Они начали продолжать травить Евгению и у нее в комментариях и пошли на страничку Космополитена и главного редактора, где начали требовать расправы над Евгением и требовать ее уволить. И что в итоге Космополитен выпускает официальное заявление с извинениями за пост своей сотрудницы. Далее пост делает главный редактор Космополитена Александра Буринская, где она всячески открещивается от Плихина и говорит, что мы ее увольняем, какой ужас, хотя до этого она лайкнула ее публикацию, публикацию Евгении. Вот так вот под давлением фейсбучного общества главный редактор очень легко распрощался со своим сотрудником, возможно ценным. В общем взяли Космополитен и агрессивно настроенное фейсбучное меньшинство его так хоп и нагнуло. И главный редактор нагнулся. Интересная ситуация, да? Вроде как показательная. У нас в Украине в последние годы особенно общество все более и более избирательное, знаете? Про одних совсем нельзя говорить плохо, а про других можно. Можно высмеивать смерть Кобзона, почему нет, да? Например, когда умирает, как я считаю, великий советский режиссер Марк Захаров, некоторые люди себе позволяют смеяться с его смерти и говорить, что земля тебе стекловатой, упоротой. И общество на это абсолютно, знаете, как-то никак не реагирует. А некоторые говорят, да, да, Эдер Муждабаев, да, да, Аркадий Бабченко, да, да, донаты, донаты держи. Когда умирает певец Иосиф Кобзон, какие бы у него там взгляды политические и так далее не были, умирает человек. Но нет, тоже ж вот самое фейсбучное сообщество, которое травит Плихину, делает мемчики про мертвого Кобзона, распинается, как ему там что будет, и кого он там встретит, и кому ручку пожмет, и с кем споет. Также ни власти, ни правоохранительные органы почему-то не высказывают даже своей обеспокоенности, когда некоторые журналисты себе позволяют оскорблять определенную часть населения Украины. Когда Дроздов говорит о том, что надо лишить украинского гражданства тех людей, которые проживают в Донецкой и Луганской области, которые не под контролем сейчас, лишить всех. Да они вообще как в зоопарке и так далее и тому подобное. Их никто не увольняет с работы, мало того, они даже не извиняются, а считают вот эти свои высказывания тупо нормой. Вот такое вот избирательное отношение, это очень удручающе, конечно. И никто это урегулировать и уравновесить почему-то не хочет, в том числе и представители новой власти. Такие дела, друзья. На этом у меня пока все. С вами была я, Алиса Медведева, ясно-понятно блог на канале Страна Юэй. Будьте добрее просто к людям. И все люди рано или поздно ошибаются. Так бывает. Но некоторые извиняются, а некоторые делают вид, что так и надо. И наоборот выставляют свои ошибки своими победами. Совсем скоро увидимся. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!